Здравствуйте! В эфире программа «Клинически доказано». Самая научно-развлекательная программа, рассказывающая о новых технологиях в области медицины. И сегодня в выпуске. Обязательное медицинское страхование по принципу частного государственного партнерства. Что это такое? Сетчатка глаза. Какие заболевания могут возникнуть без профилактики и своевременного лечения? Бесплатный прием в частной клинике. Да ну, не может быть, скажете вы, обман или временная акция. А вот и может. Для этого вам просто нужно записаться по телефону к нужному специалисту и просто предъявить медицинский полис. Об этом наш сюжет. Смотрим внимательно. Обязательное медицинское страхование обеспечивает равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, которая предоставляется за счет средств ОМС в объеме и на условиях соответствующих программ. Обязательное медицинское страхование осуществляется на основании федерального закона от 29 ноября 2010 года за номером 326 федерального закона об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации. Законодательством определено право застрахованных граждан на получение медицинской помощи бесплатно в объеме базовой программы ОМС на всей территории Российской Федерации, а на территории субъекта, где выдан полис ОМС, в объеме территориальной программы обязательного медицинского страхования. Сеть клиник доктора Шаталова уже второй год работает в системе обязательного медицинского страхования по принципу частного государственного партнерства, когда частная организация участвует в различных программах совместно с государством. В данном случае это программы по обеспечению медицинской помощи населению. Люди, наверное, в большинстве случаев еще не поняли, что это такое, как это там частная организация бесплатно. Поначалу все думали, что это акция. Мы очень долго людям объясняли, что это не акция, что это вот такая система работы, что вот теперь будет вот так. Итак, рассмотрим графически, какие преимущества получает каждый участник частного государственного партнерства. В данном случае взаимодействие идет между тремя субъектами – государством, частной компанией, в частности, это медицинская компания и пациентом. Для государства финансирование на оплату медицинской помощи каждому пациенту остается таким же, как и для государственного учреждения, но без вложения средств в ремонты зданий и закупку оборудования. Частная компания получает определенный государственный заказ, благодаря которому есть дополнительное финансирование от государства и уверенность в завтрашнем дне. Пациент получает медицинскую помощь на высоком уровне в удобное для него время. Большое внимание мы уделяем так называемой сервисной составляющей, когда у нас пациенты не могут столкнуться, так скажем, с недоброзелательным отношением. Второе – это удобство, когда не надо, как раньше было, талончики брать и прочее. То есть к нам запись идет по телефону, по интернету, ну и кто желает, сам может прийти. В принципе, это всегда удобно, не надо никаких подтверждений, просто позвонили, записались, пришли к доктору, все. Клиникур-медику Катерина, добрый день. Сейчас посмотрим детский акулист наш Аталова Наталья Вячеславовна, ближайший приемчик, который мы можем вам предложить, либо завтра на 11.00, либо на пятницу, либо на субботу, либо на воскресенье. На пятницу утренние часы в 8.30. В субботу можем предложить вам на 15.30, либо в воскресенье на 15.00. На сегодняшний день клиника доктора Шаталова оказывает бесплатную медицинскую помощь по медицинским полисам, по офтальмологии, отоларингологии, гинекологии, урологии, эндокринологии. Здесь вам не придется сидеть в очереди. К определенному специалисту можно записаться по телефону на удобные для вас дату и время. В клинике работают дневные стационары, где проводятся различные процедуры, оказывается помощь по определенным нозологиям и профилям. Тренд государственный такой, что идет на сокращение круглосуточных коек и развитие стационарно-замещающих технологий, что, собственно, у нас здесь и мы видим. К нам приезжают на постоянную работу врачи из других регионов. В частности, вот уже несколько врачей приехало из Москвы, которые здесь работают на ставку, на постоянной основе. Приезжают врачи из Владимирской области. Мы стараемся постоянно наш штат комплектовать и расширять, так как в городе понятно, что врачей не хватает. И все-таки основным направлением клиники доктора Шаталова Ормедикал является офтальмология, которая здесь на очень высоком уровне. Только в Орехово-Зуевском медицинском центре на постоянной основе работают шесть врачей. Если взять любое отделение, даже не говорю про клинику, то там столько врачей не наберется. Это не считая тех докторов, которые приезжают к нам, наша бригада хирургов, которая приезжает из Москвы, которая на нас оперирует и в других наших клиниках оперирует. Это я говорю только о наших врачах. Эти врачи высоко подготовлены. И, безусловно, то оборудование, которое мы имеем на сегодняшний день, ну, надо сказать, что я не видел ни в одной московской поликлинике, я уже не говорю про город Орехово-Зуево или Московскую область, которая также бесплатно доступна для наших пациентов, включая там оптический когерентный томограф, который стоит везде очень дорого. А у нас это делается, если человеку нужно это сделать, он это получает все бесплатно. Придите и убедитесь. Программа УМС не временная, а постоянная. Предварительная запись по телефону 425-0303. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте, адрес которого вы видите на экране. Глаза – органы чувств. Глазами мы видим мир, внутренним взором его ощущаем. Эти навыки настолько привычны для нас, что задумываться о них мы начинаем лишь теряя данные способности. Об этом и расскажет следующий сюжет. Смотрим внимательно. Сетчатка – внутренняя оболочка глаза, которая является периферическим отделом зрительного анализатора и содержит фоторецепторные клетки, обеспечивающие восприятие и преобразование электромагнитного излучения видимой части спектра в нервные импульсы. Существуют различные заболевания сетчатки, которые требуют серьезного подхода к диагностике, а наличие оборудования определенного класса поставят правильный диагноз. Начнем с такого широко известного заболевания, как сахарный диабет, при котором местом поражения сетчатки является локализация микрососуда. Чтобы этого не произошло, необходимо своевременная диагностика и качественное лечение. Лазерокоагуляция сетчатки – профилактика дальнейших осложнений. К сожалению, решить все вопросы при сахарном диабете на сегодняшний день практически невозможно. Но остановить развитие заболеваний вполне реально. Существуют различные воспалительные заболевания сетчатки, которые достаточно распространены. Неправильно поставленный диагноз и несвоевременное лечение может привести к резкому снижению зрения. Еще одно распространенное заболевание сетчатки – близорукость или миопия. С древнегреческого означающая щуресь. Это дефект зрения, при котором изображение формируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Наиболее частая причина близорукости – увеличенная в длину глазное яблоко, вследствие чего сетчатка располагается за фокальной плоскостью. В результате необходимость носить очки. Но вроде бы ничего страшного, тем более, что сейчас можно сделать любую операцию. Но офтальмологов беспокоит не это. А то, что близорукость зачастую приводит к осложнениям. Склера более податлива. Она тянется легко. Сетчатка начинает рваться, появляются микроразрывы. Дистрофей сетчатки на периферии, которая при обычном осмотре офтальмолога не видно. Нужно расширять зрачок, смотреть периферию глазного дна и потом делать профилактическую лазерокогуляцию, для того, чтобы не было таких грозных осложнений, как отслойка сетчатки. Именно поэтому в клинике Ормедикал пациенты, страдающие близорукостью, проходят тщательную диагностику, которая требует времени и от специалистов, и от пациентов. Чтобы сделать профилактику, необходимо хотя бы раз в год проходить осмотр. Сам процесс лазерокогуляции абсолютно безболезненный и проводится амбулаторно. Это была программа «Клинически доказано». Мы рассказываем о самом новом и интересном в области медицины. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»